ЗАБИНФО.РУ. Первый информационный сайт Забайкальского края. 7 октября, несмотря на пронизывающий осенний ветер, порядка тысячи педагогов, врачей, студентов и просто неравнодушных забайкальцев собрались на митинг за достойный труд, организованный профсоюзами в рамках Всемирного дня действий, который проводится во всех регионах страны с 2008 года. Что же именно вывело людей на улицу и какие претензии выразили представители бюджетной сферы на митинге? Сегодня у нас девиз «Нет произволу финансистов», потому что мы усматриваем в целом Российской Федерации, да и Забайкальском крае, что все-таки финансисты основное решение проблем с бюджетом видят в ущемлении гарантии и прав наших работников. То есть как залатать дыру в бюджете? Нужно лишить многих льгот и гарантий. Мы сегодня знаем, насколько у нас сложно с бюджетом и с выплатой заработной платы. Задержка заработной оплаты бюджетников идет с начала года. Ситуация не стабилизируется, она чуть-чуть погашается. По словам Прохорова, не так давно губернатор Забайкальского края Константин Ильковский заявил о том, что последние два месяца года будут особенно сложны в финансовом плане. Практически приостановлено выполнение майских указов президента по всем направлениям. Сейчас уже не идет речь о повышении заработных плат, их бы сохранить на уровне 2014 года. У нас в Забайкальском крае с 2014 года минимальный размер оплаты труда в Забайкальском крае не повышался. 29 сентября мы собирались на Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Мы пришли пока только к такому пониманию, что мы пролонгируем соглашение о размере минимальной заработной платы в тех же размерах, которые есть. Но это размеры, которые сегодня уже прожить на них невозможно. Сегодня минимальная заработная плата по отношению к прожиточному минимуму чуть-чуть выше 50%. Мы сегодня говорим, что прожиточный минимум – это само понимание минимум. То есть всего по чуть-чуть и что... Почти на 85 миллионов рублей. При этом нужно было сохранить количество отдыхающих детей. И один день содержания ребенка никак не укладывался в те рамки, которые определены законом. По итогам митинга участники приняли резолюцию, в которой обратились к губернатору региона, краевому правительству, депутатам, законодательного собрания, а также органам местного самоуправления с требованиями принять меры по стабилизации финансово-экономического положения в Забайкалье. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забанфору. Продолжение следует...